Поход на рынок или в ресторан, как игра в рулетку. Если повезет, просто останешься здоров. Если нет, окажешься на больничной койке. Такова суровая потребительская реальность в Украине. Массовое отравление людей становится систематическими. Последний случай во Львове. Ведь вся система безопасности и контроля за пищевыми продуктами у нас не более чем фикция. Качество товаров не контролирует никто. А необходимые для продавцов и работников общепитов медкнижки уже давно липа, которую все покупают. Убедилась в этом и наша Евгения Коваленко. Она провела эксперимент. Антисанитария на прилавках рынков уже никого не шокирует. Большинство продавцов работают без медкнижек и документов на продукцию. Почти каждую неделю в Украине массово травятся люди. И это словно становится нормой. Смерть от батулизма и контрафактного алкоголя. С различными инфекциями в больницы попадают сотни людей. Травятся даже целыми городами. Последний случай – массовое отравление во Львове. Максиму ставят капельницу и дают антибиотики. Он попал в больницу после того, как съел рыбу. Через несколько часов ребенку и еще пяти членам семьи стало плохо. Мама температуру достала. Сёся достала 39 температур. У внука. Началась, по сути, с внуки и сёси. Им очень плохо было. Тушнота, рвота. Они рвали, поносли. Но было так тяжко. С такими же симптомами во Львовской инфекционной больнице оказались уже 69 человек. Все они ели скумбрию горячего копчения с привокзального базара. Женщина торговала специями, но иногда коптила и продавала рыбу. Хотя, как сообщили в администрации рынка, на это у нее не было разрешения. Первый раз после лета, первый раз выставили эту рыбу. Скорее всего, я думаю, что это была не качественная рыба. Не то, что она сделала ей не качественную. Лето, сами понимаете, она могла быть заморожена, разморожена, снова заморожена. Полиции открыли уголовное производство. Виновникам грозит до 8 лет тюрьмы. Но на самом деле это единичные случаи, когда действительно удается привлечь к ответственности тех, кто травит людей. Потребители не могут защитить свои права перед производителями и продавцами. Вы купили образец, у вас есть кассовый чек, вы даже на видеокамеру сняли, как вы все это покупали. Провели в государственной лаборатории экспертизу. После чего вы этот результат публикуете, и что вы ожидаете получить? Вы получаете судебный иск от производителя. Потому что он говорит, а вы не имеете права по законодательству, без моего согласия отправлять продуктную экспертизу. Качество продуктов ранее контролировала сам станция, но ее ликвидировали. Теперь полномочия разделили Министерство здравоохранения, Управление гоструда и Госпродпотребслужба. Последнее и отвечает за качество того, что попадает на стол украинцев. Но это в теории. В реальности работает мораторий на проверки. Крупные предприятия могут проверять лишь раз в год. А малые и того реже. Внеплановые рейды только после жалоб. Мы еще должны обратиться к органу формирования политики за положением на проверку. И правило, такое положение мы отримываем протягом тижня-півтора. Но, наконец, когда мы через 2-3 тижни выходим на проверку, это означает, что продукция, которая была предназначена, она уже давно продана. В результате тотальная бесконтрольность и безнаказанность. В прошлом году в Украине от фальсифицированного алкоголя умерли десятки людей. А в Измаиле объявляли чрезвычайную ситуацию из-за вспышки кишечной инфекции. Целый город превратился в лазарет. А все потому, что система безопасности продуктов в Украине уничтожена. Эта анархия порождена тем, что государство не хочет выполнять свои базовые социальные функции, а кроме того, не имеет на это денег. В результате в любом кафе или столовой обед для вас может приготовить человек с открытой формой туберкулеза. Мы решили провести эксперимент и проверить, можно ли просто купить поддельную медкнижку. В интернете полно таких объявлений. Обещают оформить даже за 15 минут. Цена вопроса от 150 гривен. Мне нужно оформить санитарную книжку. Назначаем встречу возле метро «Сырец». Здравствуйте. Тут просто нема никаких данных. Видите, вы тут пишете свою фамилию, имя, отчество, тут фотографию. А тут пишете, когда вы пришли медосмотр. И все. Это настоящие, да? Печатки? Конечно, да. Время поставил подпись свою. Ну, у меня точно никаких проблем не будет. Вы вас уже делали так, да? Конечно. И официантки, и... Я в ресторан и заношу по 10 штук. Администратор заведения сам скажет, чтобы купили. Еще предлагают дополнительный вкладыш за сотню. Тут немае показа, что у вас никаких кожных заболеваний. Что вы прошли всех врачей, стоматолога, дерматолога и так далее, гинеколога и всех. Что у вас все окей, вы можете работать и с людьми. В школы берут, те, что работают поварами, в детских садиках, учителя. Пришлось заплатить и за доставку медкнижки 50 гривен. Никаких медосмотров. Всего 200 гривен, 2 часа ожидания и медицинская книжка у меня в руках. И теперь с этим документом можно работать в любом общепите. На поддельной медкнижке печати коммунального предприятия консультативно-диагностический центр. Но для медработников заведения это, оказывается, не новость. Говорят, на документе подпись не их главврача, а шрифт на настоящих печатях крупнее. На камеру не показывают, чтобы мошенники не подделали снова. Мы никогда не используем это профмедоглядов. Это первое. Другое. Мы никогда не выдаем нашу медическую книжку без печатки на фотографию. Это основное. Мы – коммунальное предприятие. Извините, мы не Шарашкіна контора. Видите, как чисто у нас за прилавком. Можно побачить. И куски мяса лежат. Мясо, кстати, зберегается майже внизу вот там. Это так уж неможливо в пакетах. И, видите, мясо руками берут. Костки, руками, полностью без рукавичек, без ничего. Это Михаил, представитель Союза потребителей Украины. Проводит для нас рейд по столичному житнему рынку. Спрашиваем у продавцов о сертификатах качества мяса. На руках их нет. Я сегодня привезла тушу, я сегодня продала. У нас, как говорится, стерильные все прилавки без накрытия. А какие накрытия? Душу нет, снегу нет. Начинают игры в пинг-понг. За документами нас посылают то к одним, то к другим. В итоге показали лишь разрешение ответслужбы на продажу мяса. Сертификатов нет. Медкнижки были только у продавцов рыбы. Будь ласка, еще одно. По новым правам продавчинь должны быть чеки. Самые чеки, которые они выдают по покупке. По новым правам, которые были. У нас не магазин, не супермарк. Так это для рынка, было введено 2,5 месяца назад. Пока мы вызываем полицию, продавцы пытаются навести порядок на прилавках. А администрация раздает им разрешение ответслужбы. А этот продавец мяса показывает санитарную книжку вообще без фотографии. Мы написали заявление. Дальше со всеми нарушениями будет разбираться полиция. А пока в стране отсутствует система контроля, спасение покупателя, дело бдительности самого покупателя. Евгения Коваленко, Богдан Вербицкий, Галина Якушко, Марьяна Бурякова, Вадим Сверидонов и Владимир Самченко. Подробности недели телеканал Интер.